Для начала я хотел бы получше понять аудиторию, чтобы, возможно, немного скорректировать эту речь. Поэтому прошу поднять руки тех, кто имеет, в принципе, отношение к разработке игр, какой бы то ни был опыт. О, процентов 10, наверное, аудитории. Окей, из этих людей здесь присутствуют геймдизайнеры? Нет, ну, а один, отлично, отлично. А, ну да, отлично. И кто из вас считает, что он понимает, что такое геймдизайн и кто такие геймдизайнеры? Кто такой детский? Кто уверен, что вообще не понимает и очень интересно узнать? А, супер, спасибо. Окей, изначально моя лекция должна была быть о том, как лучше коммуницировать с геймдизайнерами. Но я, пожалуй, сделаю акцент на то, что это вообще за ребята. Что они делают, я думаю, что моя лекция как раз будет, кстати, после того, что рассказывала Ника, она немножко будет ее усиливать. Меня зовут Алексей, у меня геймдизайнерский бэкграунд у самого, также я работал менеджером. И за свою карьеру я поработал больше, чем с 30 геймдизайнерами. И за время этой работы осознал, что есть определенные проблемы, есть, возможно, пути их решения. И, в общем, в коммуникации с геймдизайнерами реально есть проблема. И она обоюдна. Речь названа так, потому что обычно именно от геймдизайнеров в геймдев-компаниях ожидают, что они будут налаживать эту коммуникацию. Обычно требуется, чтобы человек обладал отличным весом скиллами. Самомотивацией, какой-то уверенностью, умением коммуницировать с командой, с кем угодно. И, в общем-то, если представить, что вы работаете в игровой компании, то к вам могут приходить геймдизайнеры с очень туманными реквестами, которые непонятно вообще зачем, непонятно, как должны работать и какие цели преследовать. И вот это как раз и есть проблема скорее геймдизайнера, чем ваша. Потому что обычно именно они эти проблемы и должны решать. Суть проблемы заключается в том, что там, где идет разработка игр и присутствуют геймдизайнеры, мало кто на самом деле понимает, что же геймдизайнеры делают. Иногда и сами геймдизайнеры не понимают этого. И вообще они могут вести себя часто как единственные хранители тайного сакрального знания. И вообще только мы здесь знаем, как сделать хит, а ты программист, а ты пешекот. И с этим зачастую тоже можно работать, хоть это и проблема. Но часто это выливается в непонимание всем коллегам, всеми коллегами геймдизайнера, что же именно он от них хочет. И мы попробуем это решить. В моей практике был случай, когда мы делали игру, и геймдизайнер пришел к программисту буквально со словами «Сделай так, чтобы машинка ездила и стреляла». Это достаточно непонятный реквест, но в большинстве случаев это вообще не работает. Но в данном случае сработало, потому что у программиста было понимание контекста. Мы делали боевые гонки с изометрической камерой, с уже сформированным юзер-интерфейсом, с понятной механикой движения и с механикой стрельбы, которую мы уже, в общем-то, оговаривали. И таким образом у программиста было понимание контекста. Он понимал, о чем ведется речь, и это позволило сократить время, сэкономить время, которое обычно тратит геймдизайнер на прописывание документации, на постановку задачи. То есть так тоже можно, но нужно обязательно давать людям контекст. И толковый геймдизайнер обычно стремится изначально давать его другим разработчикам всеми доступными средствами. И определение этих средств и вычленение из них наиболее выгодных и эффективных тоже является ответственностью геймдизайнера. Но часто геймдизайнеры этого не делают. Они могут приходить с туманными реквестами, какими-то совершенно непонятными. И в таком случае самый простой выход из ситуации — это, причем, геймдизайнеру руку открыться, спокойно объяснить, что информации недостаточно, задача непонятна, цель непонятна, и попросить это все предоставить. Большинство геймдизайнеров действительно считают себя творцами продукта, и поэтому они ценят людей, которые проявляют заинтересованность в том, что они делают. Как, в общем-то, все люди — это универсальный прием — проявить заинтересованность и спросить у человека, что он делает, как он делает, и объяснить, что информации недостаточно. Ведь геймдизайнеры заинтересованы в успехе продукта зачастую не меньше, чем все остальные. А иногда они даже драйвят эту заинтересованность у других членов команды. Поэтому если геймдизайнер будет считать, что вам по-настоящему что-то интересно, он с гораздо большей охотой пойдет на контакт. Это можно легко использовать. И, в общем, были случаи, когда геймдизайнеры в ответ на такую вот простую просьбу зверели и начинали крайне агрессивно объяснять, что не нужно лезть в их парафию, не нужно принимать решения по геймдизайну, не нужно советовать. Программировать, должен программировать, и все. Но такие геймдизайнеры обычно довольно быстро увольняют. Ибо нефиг порочить профессию, как здесь и написано. Да, кстати, перед тем, как продолжить, я хотел бы предложить превратить следующие полчаса в обоюдный диалог. Поэтому, если у вас есть вопросы по ходу речи, пожалуйста, задавайте их сразу, не откладывайте на потом. Я думаю, так будет интересно и более полезно. Да, Ник. Кто геймдизайнер твоей игры? Ну, то, что ты раньше выкладывал там. Я сам. Так, погнали дальше. Выучим. А, да, вопрос. Так, нормально? Ой, спасибо. Так, тут нарисован ключ, и это имеет отношение к острым ситуациям. Я хотел немного рассказать о терпении, потому что терпение и дальнейшее ведение диалога, даже если геймдизайнер на вас кричит, что, в общем-то, он не имеет права делать, но такое тоже случается. Вот. Все равно стоит сохранить спокойствие, вести спокойный диалог, и это в итоге окупится, потому что коммуникация, которая классная, налаженная, легкая и эффективная, она требует долговременных вложений со стороны всех участников процесса. И вот, Экзюкери говорил, что терпение по последним ключу открывающейся двери. Здесь это применимо, он действительно был прав. Поэтому, если даже геймдизайнер на вас кричит, пожалуйста, просто спокойно объясняйте, и что не нужно так делать, и что вам просто не хватает информации. На самом деле они кричат, что не отказать, что это спокойные люди. Просто моя лекция специально рассматривает негативные кейсы, чтобы попробовать убрать эту ситуацию. И вообще-то именно геймдизайнеру предстало в первую очередь на глубинном уровне понимать, как устроены его или ее коллеги, как работают их процессы внутри головы, как они мыслят, как их думают. Это затрагивается психологическими темами, которые геймдизайнеры тоже учат. И чтобы стать классным геймдизайнером, нужно хорошо знать психологию, поведенческие паттерны и, в принципе, понимать, как устроены люди. Но наш мир не идеален. И нередко геймдизайнеры это не понимают. Такое случается нечасто. Поэтому мы попробуем зайти с другой стороны и поймем геймдизайнера. Что же это за человек, что он делает и как построить с ним коммуникацию. Итак, кто такой геймдизайнер? Определений множества. И задачи, обязанности от компании к компанию геймдизайнеров тоже очень разнятся. Но все же есть общие элементы, которые можно сформировать, чтобы определить, в общем-то, эту профессию. И так, вопреки распространенному мнению, геймдизайнер не придумывает игры. Они работают в очень ограниченных условиях. И зачастую проекты им сгружают сверху. Это либо заказчики в аутсорс-студиях, либо продюсеры в продуктовых компаниях, либо в больших корпорациях типа Димлофта, в котором я работал. Это всегда ребята из штаб-квартирных Парижа, которые говорят, все, мы теперь делаем ну да, и делаем это, в принципе, вот так. И творческой свободы, в общем-то, мало. А ограничения, которые заключаются потом, могут касаться как жанра, бюджета, технологий, целевой аудитории, ключевых показателей, бизнес-целей и, в общем, очень много всего. На самом деле ограничения развивают геймдизайнеров и, в принципе, всех остальных тоже. Ведь работая в ограниченных условиях, мы развиваем творческий подход, характер, свою гибкость, креативность даже. И ограничения можно рассматривать также и с этой стороны, со стороны усиливающего фактора, который ставит перед тобой челлендж, и преодолевая его, человек становится сильнее. Но на самом деле мало кто так думает, но я бы хотел, чтобы вы раздумались об этом. Возможно, это вам в чем-то поможет. И, в общем-то, если на вас кричит этот Тим Шейдер, или если на вас кричит Сид Мэйр, или Хидея Гадзима, или еще кто-то из великих деятелей геймдизайна, в игры которых вы наверняка играли, то, да, у этих людей максимальная, но все равно неполная степень свободы творческой музыки. Эти люди действительно принимают игры и наблюдают, как все остальные воплощают их идеи в жизни. Но деятельность остальных геймдизайнеров, 99% и больше, в корне отличается от творчества этих деятелей. И обычно геймдизайнеры воплощают чужие идеи. Вот, итак, геймдизайнера в итоге можно определить, как специалиста, который формирует дизайн игры. С точки зрения контента, механик, Даник. Извините, я тебе не хочу предупреждать, просто ты там показывал кадр Сигеру Миямото, творца Марио раньше еще. Ну там был такой японский. Да, 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 вот он, уточнивай. Так, и он, до речи, я хочу сказать, что он как раз и делал этот глобальный дизайн, и делал этот хардкорный. То есть, он левелл для Марио, он их креслил на миллиметровую. Там их расписывал, там такие детальки, как, не знаю, изженельники с креслами. Вот эти левеллы в Марио, насправьте. Вот, он и есть одним из тех людей, которые действительно от начала и до конца формируют идею, посиба некий, контролируют ее исполнение. Но это скорее исключение, и геймдизайнеры вообще так практически не работают. По этому, в основном, типичный геймдизайнер, как встреченный на просторах постсоветского пространства, он формирует дизайн игры с точки зрения контента, механик, тона, настроения, сеттинга, жанра. Он формирует все это уже в существующих ограничениях. И он принимает решения по дизайну игры так, чтобы они максимально следовали бизнес-целям игры. Однако эти бизнес-цели практически всегда принимаются и устанавливаются вообще без участия геймдизайнера. Он просто получает готовую задачу и стремится сделать ее максимально эффективным способом. Но он зачастую не формирует эту задачу. И вообще-то почти вся современная индустрия на нашем пространстве, особенно геймдизайнер, состоит из людей, пришедших сюда в мечтах сделать что-то, что они считают по-настоящему классными играми. Это зачастую либо триплей, либо игры консольного, топового уровня качества, как Ведьмак 3, наверное, самый хороший пример, который приходит в нем. Но реалии совсем другие. И создать что-то, что люди считали устойчивым, удается достаточно редко. И поэтому к любым своим идеям, пришедшим в голову, геймдизайнеры относятся с трепетом. Потому что это их идея. И в условиях творческих ограничений и зачастую реализации того, что не очень хочет сделать, любая идея воспринимается с огромной ценностью. Отсюда и возникает стремление ее защитить и опосновать что-ли некое моральное право собственности на эту идею. И понимая эту особенность, мы с вами лучше будем понимать, почему они могут ходить с хистерными минами, почему они могут пытаться кричать на нас, наезжать и так далее. Но следующим шагом, в принципе, будет приглашение геймдизайнера на чайок, на куртку. Просто поговорить и спросить, что он делает, как проходит его типичный рабочий день. И почему ему интересно то, что он делает, или неинтересно. И, в общем-то, роль геймдизайнера начинает поясняться в таком диалоге. Хотя в основном бывают проблемы, потому что обычно команде просто говорят, вот это ваш геймдизайнер, работайте. И не объясняются ни его цели, ни его зона ответственности, ни полномочия. И некоторые команды могут работать так годами вообще, они понимают, что же делает их геймдизайнер. И от этого на каплю влевается энтропия. Этот сайт, на самом деле, не пустой, там есть картинка, но она прозрачная. Потому что этот сайт про прозрачность, прозрачность в работе. И это потому, что два и больше человек могут работать эффективно и сообща на единую цель, только если они все хорошо понимают, кто, что и зачем делает их в команде. И чтобы обеспечить эту прозрачность, попробую перечислить некоторые типичные задачи, которые выполняет геймдизайнер обычно. Первое – это питчинг. Да, не ксу, что ты еще хочешь спросить? Выбачь, я снимаю видео просто. О, это… Спасибо. Вот, питчинг-концептов обычно у кого-то актуально, если в компании построен дажень. Мир, вот так, хорошо? Супер, спасибо. Вот, питчинг – это, в общем-то, презентация идей, кому бы то ни было, в какой бы то ни было форме. Но обычно это работает как попытка аргументированно продать руководству идею вбухать огромные бюджеты, огромные временные ресурсы в разработку следующего продукта. И поэтому это может подразумевать от собой создание документации презентационной. Они обычно ходят, пытаются заставить художников нарисовать для этого всего клевый арш, чтобы это все было грудо. А потом буквально сталкиваются с продюсером в коридоре и говорят, «Давай делать следующий Fortnite, например, это же будет классно». Дальше, из питчинга, если продукт переходит на следующую стадию разработки, пейм-дизайнер всегда пишет концепт документ. Это, в общем-то, процесс обдумывания, как сделать клевую игру в тех ограничениях, которые пришли изначально. И обычно это целый сет ограничений, вот те у нас с этим жанром ключевых показателей, которых необходимо достичь и так далее. Достаточно интересная задача гейм-дизайнеры обычно любят ее делать, потому что здесь все-таки, несмотря на ограничения, они придумывают игру. И как это, в общем-то, будет играться и смотреться. А вот дальше есть создание и поддержка гейм-дизайн документов. Это одна из основных задач гейм-дизайна вообще. И процесс абсолютно постоянный. Он активен в каждом этапе жизни проекта. И они постоянно что-то там таковыривают, дописывают. Это, в общем-то, отписание всего и всякой будет отработки. ГДД – это самая полная проектная документация, которую выдает гейм-дизайнер. Поэтому задача считается скучной. Она рутинная и зачастую неинтересна. Дальше идет коммуникация со стейкхолдерами и продукт-холдерами. Будет внутренний продюсер, люди из штаб-квартиры, заказчик. И гейм-дизайнер очень много общается с ними. И тут его задача заключается в том, чтобы при помощи диалога принимать и апрувить совместно с промокосновное решение, наиболее отвечающее целям этой самой игры. Причем иногда встречаются случаи, когда эти самые люди виз-за-виз гейм-дизайнера в этом диалоге, когда они настаивают на решениях, которые, по мнению гейм-дизайнера, навредят игре. Дальше будет, например. Поэтому он должен хорошо разбираться в нише этого продукта, в его рынке, в его конкурентах, чтобы, если что, уметь автоматированно доказать свое исключение, объяснить, почему будет лучше сделать так или иначе. Следующая – это коммуникация с командой. Здесь у нас обычно самая большая боль. Вообще от гейм-дизайнера требуется сделать так, чтобы все понимали, зачем мы делаем эту игру, какую мы делаем игру, как мы делаем игру, как она должна играться, что должно получиться на выходе и какие цели она должна достичь. Это работает на любом совершенно уровне, начиная от высокоуровневого концепта игры и заканчивая висанием фичей. И даже здесь вот это вот. Давайте подвинем эту кнопку на пару пикселей влево, потому что так будет классно. Это зачастую звучит не очень, но чаще всего именно гейм-дизайнер действительно единственный человек, кто может говорить такие вещи аргументированно, и они будут работать, потому что у него есть экспертиза, он много наиграл в разные игры, и у него есть какой-то общий вижн того, как это все должно выглядеть и смотреться. Если он говорит, что кнопочка будет лучше на два пикселя влево, это действительно может быть. А может и не быть, зависит от многих факторов. Да, для них. Просто хотел бы это дополнить, что гейм-дизайнер в таком рубрике про кнопочки очень часто спортует с маркетологом, потому что маркетолог шарит, что надо продавать, а гейм-дизайнер шарит, как это надо продавать. Спасибо. Действительно, это так. Помимо маркетолога в этом могут быть те же самые представители заказчика. Если мы разрабатываем игру, для маркетинга в принципе нет, такой еще осталось, хотя уже в принципе не работает. Сейчас, чтобы запустить игру, ее в принципе скучали больше 100 раз, уже какой-нибудь маркетинг нам нужен. Это могут быть собственноручные, виновные соцсети. Это может быть немножко платная реклама на Фейсбуке, но вообще маркетинг нужен. Дальше очередной обязанностью гейм-дизайнера является плей-тестинг, потому что гейм-дизайнер отвечает за то, чтобы игралось и игралось классно. И он зачастую единственный, у кого достаточно экспертизы, чтобы понимать, что какое-то классно, и разбить это по полочкам. Почему классно, а что нужно, чтобы было классно и так далее. Поэтому гейм-дизайнер может приходить к вам в конце рабочего дня за 5 минут, может приходить за день в дутлайна с реквестом новой фички. Может даже в отпуске вас достать, на самом деле, если ему будет нужно. И это все сделано для того, чтобы продукт стал прочь. Дальше гейм-дизайнер настраивает вообще все в игре. Это касается экономики, баланса, скорости анимации, иногда цвета, графики, постпроцессов, если нет, у директора. Сложность, темп игры, то есть фейсинг, он настраивается путем вообще различных множеств переобразований. И, в общем-то, этот процесс занимает много времени и часто вгоняет в грусть, если получается плохо. Потому что, вот был, например, пример, когда... Например, например... Была, в общем, ситуация, когда гейм-дизайнер играл просто на весь этаж отборным матом, потому что игра, последний билд, который они делали, она была, ну, плохая, скажем. Плохо игралась. И он не мог понять в течение нескольких часов, в чем дело, хотя это вот именно его обязанность. И ситуация была в том, что у него был очень замыленный взгляд. И привлекли другого гейм-дизайнера с соседнего продукта, он посмотрел свежим взглядом, оказалось, что проблема не в настройках новых механик, которые последние несколько часов настраивал этот гейм-дизайнер, а в их связке со старыми механиками. И, в общем, посмотрели свежим взглядом, пофиксили буквально за час, сбилдили, проидерировали, остались все добавлены. Дальше вот research-анализ конкретно. Да, есть образ? По-моему, это может приходить за 5 минут, это что организация работает. Ну, то есть, это может нормально, но на самом деле тут тоже, как бы, если это систематически, то этот вопрос может человек не организовывать свой тайм-менедмент и свое рабочее время? Может быть и так, но не всегда. Обычно гейм-дизайнер все-таки очень любит игру, на которой он работает, если это не очередной клэнг, или клон, кандидрэш, например, или флешной игр. Обычно такие не любят. Но дело в том, что гейм-дизайнеру может реально прийти в голову что-то, что он посчитает классным умышлением для того, чтобы игра стала лучше, вот прям в 18.55, если и вообще не заканчивается всем, или в субботу утром после пьяничной попойки. Второе даже не редко случается. А если это происходит систематически, тогда это уже проблема, и стоит говорить про пьян-менеджер, да? Ну, для этого же есть аттракция. Окей, идея, есть супер. Каково? Поповажаем, да? В гейм-деве достаточно редко применяется чистый скрам, и в принципе, такое понятие, как спринты. То есть мы обычно стараемся так делать, но из-за того, что гейм-дев, он намного более творческий, чем творческий процесс, чем разработка Enterprise, например. Поэтому это не всегда работает. То есть мы стараемся к этому прийти, но все равно особенность эта работа на заказ может на середине спринта, если бы уже договорились о спринте, влезть к заказчику и сказать так, напилюем еще 15 фичей в Google, в этот спринт, в общем-то, а сроки я равно не имею, что такое бывает. Такие заказчики только в гейм-деве или в тридцатах или в гейм-деве? Просто чем отличаются заказчики гейм-деву от промышленных производителей? Все заказчики хотят прийти в гейм-деве, правильно? Ну, многие заказчики действительно хотят прийти в гейм-деве, да, но в гейм-деве обычно больше непрофильных инвесторов и больше непрофильных заказчиков. Есть люди с большими банками, которые очень хотят сделать игру, в которую они давно мечтали поиграть, но они не понимают ни как делать софт, ни как делать его частное применение, то есть игры. И от этого возникает множество проблем. то, что заказчик считает очень простым, может повлечь за собой огромный regression testing, может повлечь за собой огромное количество багов и, в принципе, 100-500 часов работы всей команды. В общем, на моем обиде заказчики в гейм-деве сложнее, чем заказчики в не-гейм-деве. Так, по-разному. Да, вот, интересно, если, например, тебе придут два гейм-дев-специалисты на собеседовку, вот чем крутой гейм-дев в гейм-дизайнер, будем выразить, от не очень крутого, или на этапе співбесины, или реально выразить по каким факторам? Да, реально, вполне. Их множество, попробую перечислить некоторые. Обычно более опытный и более сильный гейм-дизайнер смотрит на вещи приземленнее, чем новичок, потому что гейм-дизайнеры это такие люди в основном, которые мечтают прийти на работу и заниматься тем, что они будут наблюдать, как все остальные делают и будут мечты. Ну, это реально так. Потом у них обламываются эти крылья, разбиваются розовые очки, и они уже начинают работать по-настоящему, то есть воплощать чужие идеи зачастую, и пытаться при этом пронапихивать свои. И вот такого неопытного новичка видно по тому, что он хочет сделать, по ответам на вопрос, как бы он устроил рабочий процесс. И по... Самый простой способ проверить, это спросить, что для него действительно гейм-дизайнер. Если он ответит, что это его да, все делают, как я скажу, это скорее всего либо новичок, либо просто по-хватит-дизайнеру. Ну, вот так. Если это так, то почему это работает, алкоголия в этой игре, то есть в одни и те же проекты, не в одни, а в этой же похожи. И это реально вот привезти, что почему это работает? Интересный вопрос, спасибо. Я считаю, что этот тренд уже сходит на нет, и эпоха клонов постепенно покидает нас, и это прекрасно. Но ты сам правильно сказал, что делать клон это минимизация рисков, потому что мы берем проверенную формулу и делаем. игру по ней, и это работает. Обычно это клоны с какими-то улучшениями. мы берем Clash Royale, добавляем его Clash of Clash, например, добавляем туда героев, получаем Clash of Lords. И это работает. Но дальше это все равно масштабируется только маркетинговым обливанием. Сейчас мобильный M&MD работает только на маркетинговых деньгах, на покупке трафика. Поэтому если сделать клон и влить к нему огромное количество денег, он будет не хуже, оригинал работать будет. Но обычно те команды, которые делали первые игры, уже успели разогнаться, у них уже есть фан-база, у них уже есть огромные маркетинговые бюджеты, и даже если твой клон несколько раз лучше, а даже объективно, то все равно их догнать уже не получится. А проекты утверждили, что клоны это время не может быть? То есть он рано или поздно заплывается? Ну, поскольку это клоны. И не бывают случаи, когда клоны даже опережали какие-то изделия? Как я только что говорил, опережали вряд ли, но находят свою аудиторию, да, они действительно ее находят, и клоны тоже могут быть прибыльными продуктами. Но сейчас влезть в это окно возможностей становится сложнее, чем еще даже полгода назад. Оно неуклонно закрывается, просто еще не успело закрыться, но скорее всего заклопнется в течение следующих 3-4 лет и откроется какая-то другая возможность. Какой прогноз? Все удовольные оригинальные проекты и какие-то новые учения? Нет, я думаю, что всегда на волне нового тренда будет появляться полный оригинальный продукт все-таки. Но я думаю, что большие крупные уже установившиеся компании с огромными бюджетами могли бы взять курс на проработку свежих идей, но они этого не делают, потому что большие риски. Вот так. Окей, я пока дальше. В общем-то, то, о чем говорил Ник. Обычный геймдизайнер, он не только работает в связке с маркетологом, он еще и сам отчасти выступает конкурентом, он ресерчит конкурентов. И, в общем-то, это выражается в том, что геймдиз сидит и на работе часами придется на что-то, или смотрит ютубы, или стримы. И, в общем, не обижайтесь на таких людей, потому что они, скорее всего, не лентя и не прокрастинируются. Они изучают пимаркет, потому что им нужно понимать, как работают конкуренты, какие у них есть особенности и как мы можем их противостоять. Иногда геймдизайнер занимается технической работой. В случае, если игра на Адриэле, это мупринты визуально скриптованием для образа мупринты. Можно вопрос? А как определить тогда, где заканчивается момент посвечения механик конкурента и начинается момент кресла в печенье для осмотра? У тебя долгосрочное наблюдение. Как охотник, который выслеживает свою добычу. это вопрос, то у нас нет, нет ничего. Мы пойдем только по факту, чтобы выдержали или нестар. Не, на самом деле нет. Вы же обычно знаете, например, что вы делаете футбольный симулятор. А если чувак смотрит стримы по боте, ну, вряд ли. И тогда он может поскорить доту куча сок, но если он смотрит доту 6 часов своего рабочего времени из 8, ну, вряд ли. Все равно нет. у нас, был один знакомый геймпизайнер, который примерно 6 часов и с 10 часов рабочего дня смотрел баскетбол всегда. Но это неальная история. Потому что в той компании тогда вообще не было спортивного симулятора. дизайнера готовит презентационные документации и непосредственно презентуют. Если, например, мы у нас в студии, в которой надо что-то подписать, скорее всего вести презентацию будет либо продюсер, либо геймдизайнер. Чаще даже геймдизайнер. В зависимости от сводения английским, от уверенности в себе, от знания продукта, но для того, что-то часто. И, в общем, перед чистой задачей, Даня, хотел запросить, а ты не раздивляешься? Например, такой вариант, когда геймдизайнер является продюсером, потому что это очень часто практикуется. И даже Blizzard, геймдизайнеры это продюсеры. Той самый Chris Messing, что ты шел звезды, он был продюсером и геймдизайнером одновременно. Ну и там много таких людей. Так само ты, наверное, знаешь Тарас Тарасова, у него Джои Рокси, я там по всему вопросу тоже. По студии там геймдизайнер был продюсер. Так само? Да, такое случается, но все же по моему опыту реже, чем геймдизайнер это отдельная единица боевая. Чаще есть продюсер, есть геймдизайнер, но это действительно очень близко стоящие должности. Поэтому обычно геймдизайнер революционирует как раз продюсеров. А в большом случае когда я наоборот проявил его, все-таки это нередко так. Потому что продюсер следит за тем, чтобы продукт был нужным рынку и за тем, чтобы все к этому ввело геймдизайнер, в принципе, делает то же самое. Обычно у них просто чуть разный инструментарий. И все. И вот как раз да, я к этому. Самая главная цель и задача геймдизайнера это следить за тем, чтобы создавалось видение продукта и команда следовала этому видению. И чтобы это видение еще и подкреплялось бизнес-целями и соответствованием. Все свои действия хорошие геймдизайнеры совершают во имя этой цели и смотрят на ситуацию через эту призму. Еще раз хочу напомнить, что геймдизайнер это не человек где. Да, генерация идей присутствует в его работе, но это лишь верхушка айсберга. И большую часть своего времени, не меньше 80% геймдиза обычно занимается тем, что облачает чужие идеи в жизни. И так как мы пошли по пути по званию геймдизайнера, давайте прикинем, какие у них самих могут быть проблемы. И в общем-то первое, это мы делаем Матч 3 снова, уже пятый год, а я хочу МОРПГ, очень хочу, время инновиди разработку менять. В общем, большая часть индустрии геймдев пришла туда из-за шанса сделать то, что они считают классными играми. Обычно это олдскурный хардкор, ПК-консоли. Вот на самом деле это то, что делает дника его команда. Но на этом достаточно редкий случай. И геймдизайнерам как классу вот это желание сделать что-то прекрасное, улучшить мир играми, оно присуще как никому другому. И поэтому им грустно от проектов, которые не нравятся, от проектов, которые приелись, от очередных клонов, потому что они не видят, как бы это улучшило мир и как бы они могли быть полезны другим игрокам. И это проблема, она приводит к выборанию очень часто. Дальше вот ситуация, когда моя феща не пойдет в видишь. Я ее купил, она классная. И вот представьте, это темный замок, который представляет собой проектное ограничение. И тут диза посещает разорение. Она затем трансформируется в мысль и рождается концепция фещи. Она садится, пишет документацию, опять же нагибает артистов, чтобы они рисовали ему корпорат. Идет к условному продюсеру пичить все это дело и слышит в ответ чувак, очень круто, прям супер идея, но мы это делать не будем. Почему мы это делать не будем, ответов может быть вообще множество. И ситуация усугубляется тем, что мы и так делаем матч 3 придумать что-то новое в матч 3 вообще очень сложно но это никогда не убедит свет это тоже очень больно и осадка не остается только у самых светлых многих нас на самом деле таких не знаю программисты опять сделали не так ты написал в дизлоке раздел по боевой механике и думаешь что все будет отлично работать в следующем билде однако юниты стреляют друг по другу но пули пролетают не нанося урона ты идешь к программисту разбираться в чем же дело оказывается он говорит тебе что ты же не прописал в дизлоке что они должны бориситься с противником но это же это скорее проблема программист и это как раз есть проблема геймдизайна клиент не понимает представьте мы делаем могу заточкой под киберспорт очень компетитив очень прям где нужно планирование тактика расчет клиент говорит у нас там примерно бета скоро начинаются плейтесты и клиент говорит а теперь отлично давайте только запилим чтобы урон был всегда рандом в каком-то диапазоне и геймдизайнер понимает что это рубит и грубо это просто ее убивает потому что киберспорт вообще не про рандом он про расчет и он начинает аргументировать доказывать себя биваться кровавыми слезами чтобы заказчик понял а заказчик не понимает это случай когда киндизайнер вынужден принять заведомо неверное и губительное решение потому что у него нет права отказать как говорилось права только попытаться убедить это невероятно больно и люди губили карьеру за такие вещей на самом деле потому что срывались пошли к психиатру выбили побухивались много часто фитоплей это грязно следующая проблема в общем большая часть геймдэв сцены в СНГ занята разработкой фитоплей это ни для кого не секрет это жестокий реалий и большинство дизайнеров мечтают сделать что-то хорошее как я уже неоднократно говорил но они не считают фитоплей хорошим они понимают искренне считают что используют разные психологические приемные трюки чтобы вызвать привыкание и таким образом выжить у людей больше денег к примеру повсеместно используются принципы ящика скинера знаете кто-нибудь что это супер вижу одно много не смело поднятую руку о отлично вкратце в ящик непрозрачный без следа с рычагом сажается животное креса или хомяк когда хомяк случайно нажимает на рычаг ему в коробку попадается еда со временем он начинает заведомо специально дергать рычаг чтобы наест тогда экспериментатор может выключить подачу еды на некоторое время через некоторое время мы видим что хомяк перестает нажимать на рычаг потому что понимает что нифига зачем и в общем-то таким образом можно контролировать поведение живых организмов вырабатывая привычку и эти приемы часто используются в геймдизайне особенно во фрик-плей и многим дизайнерам от этого стыдно они чувствуют дискомфорт я даже знаю одного человека который клялся никогда не применять это по отношению к своей жене потому что это опасно но потом все-таки сорвался иначе у геймдизайнеров бывают проблемы с геймдизайнерами а картинка здесь такая потому что у каждой проблемы есть причина или целый ряд причин у меня попробуют исчезти эти проблемы и их причины возможны микрофон вот так хорошо можно с ним с геймдизайнерами легче, чем микрофон первая проблема самая важная на мой взгляд это выгорание вот мы пришли к моменту когда в моей практике был один геймдизайнер у меня все крашнулось был в моей практике один геймдизайнер который который да сейчас разберемся короче вот мы снова о том чуваке который смотрел баскетбол вот он был геймдизайнером и смотрел баскетбол очень много и дело было просто в том что он уже давным-давно выгорел и ему было неинтересно ему было неинтересно ничего и там самым правильным решением было сделать ему просто уйти в новую компанию где можно перезагрузиться и начать сначала в общем-то так и получилось не то что мы его уволили просто поговорив с человеком выяснилось что лучше потому что здесь его основа ничего уже не заинтересует и это даже не потому что мочери это совершенно не причина следующая проблема это я здесь закон а ты программист и не пиши коды не задавай вопрос часто возникает просто потому что геймдизайнер неприятный тип с этим вряд ли что-то поделаешь он может быть черствым но также он может быть слишком неуверен в себе все еще потому что он например новичок или наоборот уже очень опытный профи который действительно не считает что кто-то достойно спаривать его решение но бывает что команда не геймдизайнеры предлагают решение по дизайну лучше чем сам геймдизайнер и это проблема с геймдизайнером и решений я особых честно говоря даже не вижу кроме того что просто общаться пытаться ставить человека на свое место но эту проблему можно не решить абсолютно у этой проблема есть другая крайность геймдизайнер вообще весь фитвэк принимает то есть он сделал дизайн игры вы сбилдили берет билдтестер говорит надо бы хп точки жизни это на персонажа в два раза поднять я дизайнер что делает он поднимает в два раза смотрит поломалось ничего не играется ощущение от игры зимовое потому что баланс порушился и в общем это скорее всего возникает от неопытности на самом деле классный геймдизайнер будет выслушивать все аргументы о проблемах в игре но решение по устранению этих проблем всегда будет приниматься это золотое правило геймдизайнер цинизм очень похож на в игре в 6 возникает из условных годов 8 людей и заключается проблема в том что у геймдизайнера не горят глаза хотя геймдизайнеру который потух который ко всему относится цинично и негативно он не сможет скорее всего сделать хороший продукт потому что у него не будет к этому страсти и это повлияет негативно на настрой команды и в общем все будет очень плохо разработка для себя моя игра моя прелесть и в общем-то это когда геймдиз оперирует категории не нравится ли это мне или не нравится это мне это вполне верно потому что мы делаем игры для других людей в большинстве случаев когда мы делаем игру для себя этот подход конечно верен когда для клиента для пользователей для вообще любых других людей нет это не верно поэтому правильным подходом здесь будет ставить вопрос таким образом нравится ли это или не нравится нашей целевой аудитории решением проблемы зачастую может быть просто опять же поговорить с геймдизайнером на тему а для кого чувак мы вообще делаем игры многие могут проработать геймдэви несколько лет и так и не задумываться на этих вопросах и каждый продукт который им попадает они воспринимают как разработку для себя это очень-очень плохо но несмотря на вот этот весь негатив на самом деле с геймдизайнером очень приятно работать это интересные люди с интересными интересами с интересной профессией и мы просто специально здесь посмотрели много негативных кейсов чтобы понять как они функционируют как с этим быть на самом деле ребята очень классные в основном и поэтому давайте немного подытожим еще о чем здесь поговорили геймдизайнеры могут истись и не странно и непонятно это потому что они могут не понимать что вам никогда от информации геймдизайнер могут вести а у них тоже есть проблемы мы немного поговорили и у этих проблем обязательные свои причины геймдизайнеры могут быть просто негативсионалами это жизнь от этого никуда не денешься есть люди которые не умеют эффективно работать я рекомендую пытаться научить их пытаться говорить с ними в большинстве случаев ситуацию можно довольно быстро исправить но есть тупиковая ситуация о них не буду говорить геймдизайнеры работают в жестких ограничениях где у них мало творческой свободы и их это зачастую упарит и здесь на самом деле ничем не поможешь кроме того чтобы говорить кроме того чтобы говорить о том что ограничения могут приносить пользу помогая человеку развиваться и два совета самых основных у меня на самом деле это общайтесь со своими диммейтами и смотрите глубже по общениям я понимаю общую человечность хороший геймдизайнер стопроцентно хороший человек ну вот в общечеловеческом понимании если нет у него просто не получится сделать хорошего таких примеров не было если погуглить историю того же Миссид Мейера или Брайана Фарга или от японских великих деятелей они все очень nice persons и тут очень помогает эмоциональный интеллект из этого аббревиатура очень рекомендую погулить там про то как понимать себя и других это сейчас восходящий тренд об этом многие говорят это многие учат это очень полезно я вам рекомендую на этом все спасибо